Добрый день! Сегодня у нас 17 мая. Очередной обзор состояния посевов озимых культур двухнедельный или как с периодичностью, которую я делаю каждые две недели. Вот настало время, как бы две недели, сегодня сделать очередной обзор. Как обычно, находимся мы на стыке пшеницы, которая есть у нас тут Нива Одесская, вот с левой стороны. А с правой не посмотрел, как называется, но не суть. С левой стороны у нас междуряди 45 сантиметров посеяно серый Хорш Маэстро 24-45 СВ или СВ 24 на 45, не знаю точно. А с правой стороны посев обычной нашей сейлкой Кейс СДХ с междуряди 19-38. Выглядит как бы здесь вроде бы неплохо, в который междуряди 45, сейчас зайду. Выглядит вот так. В принципе, стыков практически нет, даже с междуряди 45. По развитию оно отстает немножко от нашего обычного междуряди. То есть еще колос где-то, не где-то, только тут как бы закладывается. Вот. Единичные растения, с которых видно, что устья повылазили. Сейчас вот тут лагалище листа, вот оно и раскрылось. Вот видно колос. Вот видно тут устья уже, вот колос начал выходить. Ну это единичные растения, тут на общем фоне их мало попадается. А здесь, как бы это более массово уже видно. Не знаю, может я так и не сниму вам. Ну поверьте мне на слово. То есть здесь развитие чуть, ну как это, как сказать. С междурядем 45, развитие немножко отстает. Немного, но на 4, на 5 дней где-то, наверное. То есть они будут сравниваться. Это будет уходить дальше по развитию, это будет подоставать. Потому что у него ширина междуряди, густота. Здесь, по-моему, с густотой 500 тысяч. Мы сеяли с этой стороны. А здесь 900 тысяч. Хотя здесь посев выглядит, конечно, гуще. Не знаю, я разрезать колос не буду. Выйдет колос, потом будем смотреть, считать, делить, умножать. Сейчас пока не вижу в этом никакого смысла. Вот, появилась проблемка на пшенице. Вот такие вот желтые пятна. Не знаю, видно, не видно. Желтизна появилась на листах. Осветление листа происходит. Я вставлю фотографии. Там полосы какие-то там появляются. В общем, версий было несколько. Ну, приоритетных две. Что это какой-то клещ, который нам разносит здесь какую-то мозаику. Вот. Сейчас я здесь вот как бы не вижу, прям рядом. Здесь вот на той стороне. По краю, по южной стороне. И вторая версия. Это Саша Чумак вынес такую версию. Выдвинул. Обозвал это дело реутилизацией, если я правильно произнес. Это что вроде как бы растение решило, что каких-то элементов ему не хватает. И при формировании колоса забирает эти элементы с листьев и загоняет в колос. Не знаю. Клещей мы не нашли. А про то, что сказал Саша, я, честно говоря, даже вот не знаю, что это такое. Поэтому комментировать не буду. Посмотрим. Помочь мы все равно ничем не сможем. Были у нас тут представители августа в пятницу. Или в четверг. В пятницу у нас были сингента. Тоже это видели. Но все сказали, что это не болезнь. И ходить здесь с фунгицидом бесполезно. Бестолку. Не имеет никакого смысла. Только выброшенные деньги. Ну вот мы как бы ищем сегодня. Поискали. Клеща не нашли. Завтра еще приедет август. С их помощью поищем. Может они более глазастые. Вот. Может быть что-то найдем. Поглядим. Если клещ, значит будем чем-то брызгать. Такое, чтобы придавить клеща. И опять непонятно, каким акарицидом работать, чтобы забрать и личинки, и яйцекладку, и взрослого клеща. В общем, посмотрим. Если что-то придумаем, я расскажу. Что мне нравится здесь, то вот это лист. Такой ширины флаговый лист. Слава Богу, он здоровый. На 90% растений. Вот эти вот желтые пятна, они... Желтая пшница так-то пятнами, полосами как-то идет. И нет такого сплошного как бы массива. Вот здесь вот просто кусочек вот такой вот. Ну вот так вот. Где-то метр в диаметре. Вот осветление идет. Вот так, если посмотреть, ничего не видно. Просто вот светлые, ну... Светлые растения. И вот рядом вот такие. Что это такое? Непонятно. Азотное питание здесь был кассой. Ну, как-то не может быть, что квадратный метр вот, ну, не попала касса. Так не вносится. Был бы рум, но я, может быть, ну, как бы, мог бы предположить. Единственное, что может быть, вот в этих пятнах, более светлых, здесь предшественник горох, может быть, не было гороха на этом пятне, и оно так отреагировало. Не знаю. Темный лес для меня. Ну, лист, конечно, я в шоке. Очень мне нравится. Ну, прямо очень. Ну, как-то вот так вот. Высота уже где-то сантиметров, наверное, 70 по колосу, вот по устьям. Выйдет колос, еще поднимется сантиметров на 10. Ну, я думаю, выше 90 сантиметров вряд ли поднимется. Потому что здесь все хватает, и нет смысла этим растениям соревноваться и лезть вверх. Поглядим, как это будет дальше. В общем, встретимся через следующие две недели. А это у нас будет практически за 3-4 дня до нашего мероприятия, дня открытых дверей. Покажу, что будет к тому времени, что будет с этими посевами. У нас сегодня ночью выпал дождик. 5 миллиметров на этом поле. Ну, он такой, по разным полям. От 4 до 6 это было. Внутри в посевах, конечно, влажно. Лагу держит. Год как никогда. Поглядим. Ладно, едем дальше. Находимся на поле азимового ячменя. Ну, вот здесь, где мы сейчас стоим. Это сорт Хайди. Заат Бау. Уже полностью бросил колос. Ну, практически 90% растений. Есть тут в нижнем ярусе немножко еще, где колоса нет. Низу он выглядит вот так. Растение чистое практически. Я думаю, что нам хватит этого запаса, чтобы ячмень дозрел с чистым предфлагом. Предфлаговым листом и флаговым листом. Сейчас глянем, что тут приблизительно получается. Неудобно этой рукой. Как бы его развернуть, блин. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не знаю, как это в ячмене называется. Ну, 10 этажей или 10 колосков. В общем, должно быть, если все тут выполнится, должно быть 60 зерен. Ну, как бы он не сильно большой пока колос. По длине. Ну, должен нарастать. Ну, заложено на 60. То есть, нижние я вообще два ряда вот этих не считаю. Не знаю, как это будет. Но ячмене очень высокий. Где-то метр двадцать, метр тридцать высотой. Но мне погручатся. Постараюсь. Не знаю, получится. Вот, переключить. Да, вроде как переключил. Ну, в общем, мне вот так ячмень. Как взять. О, вот так вот. Вот так. Выглядит неплохо. Даже я бы сказал, хорошо. Дальше посмотрим, как будет. Проедем дальше, посмотрим. Другой сорт, следующий у нас Луран. Если я в него зайду. Ну, это еще не Луран, это тот же Хайди. Только в предыдущем сюжете я снимал, где было в междуряде 35. И норма высева была 800 тысяч. А здесь в междуряде те же 35. Это сейлка Хош. Которая СВ, но с междурядем 35 нам приезжала. Ну, здесь норма высева 500 тысяч. Ну, здесь колос покрупнее. Подлиннее, скажем так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. Ну, то есть, если верить. Ну, они не все, наверное, такие. Я не претендую. Да? Ну, тут визуально, как бы, здесь колос больше. Чем там. Ну, даже если верить, то это у нас сколько получается? Двадцать восемь на три. Восемьдесят четыре зерна. Не верю. Внизу тоже здесь все хорошо. Вот он очень высокий. И здесь он, кстати, пониже, чем там. Высота. Меньше. И вот я там, и здесь вот нахожу. Вот видел вот такие вот. Вот такое. Я не знаю, что это такое. Ячмень протравленный был. Ну, что вот это такое? Это один кусан. Их четыре, пять колосев получается. Я там видел, вот и здесь. Ну, это может быть... Даже не знаю, сколько их тут. Ну, больше не вижу визуально пока. Не наблюдаю. Но там мне на той стороне попалось. Не знаю, что это за гадость. Бэ. Противно смотреть. Ну, ячмень здесь реально сантиметров на пятнадцать, наверное, ниже, чем там. За счет густоты посева. А вот, что даст по урожайности, посмотрим. Ну, вот добрался я до стыка Хайди. Вот это он у нас с правой стороны. И с левой стороны вот это у нас Луран. Пушистый такой. Хайди вот смотрит вверх. Да? Луран у нас, как обычно, склонил голову. По высоте Хайди немножко выше. Сантиметров на двадцать. Ну, справа здесь уже без экспериментов, без опытов. У нас тут этот же Хайди посеян с междурядем 19-38 с нормой 800 тысяч. И Луран посеян с междурядем 19-38 с нормой те же 800 тысяч. И вот, если видно, видно, я даже я его вижу. Вот я показываю примерно стык. Да? Это у нас стык Лурана и девятого вала. Луран еще Колос не полностью выбросил. Темнее по цвету. Ну, у него общие ости такие красноватого цвета. Вот так выглядит Хайди внизу здесь. на нашем обычном междуряде. Тоже, в принципе, все здорово внизу. Колос хороший. Густота хорошая. Считать не буду. Не хочу. Ну, и так выглядит у нас Луран внизу. Колос здесь тоже хороший. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Ну, если не обманет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если не обманет, то должно быть по 60 зерен. А как будет, не знаю. Ну, честно, такого вещь меняю у себя еще в жизни не видел. Осталось дело за малым убрать. Вот сидим и думаем, где ж... В чем же подвох? Что нам так повезло с погодой в этом году. Где же нас спросят за это? Красота. Просто красота. Поехали дальше. Сейчас у нас ячмень, который Лимогрейн Казанова. Тоже хорошо здесь, как бы с густотой. Вот. Я не считал количество колосев. Я считал количество зерен в колосе. Ну, вот выглядит он вот так. Понятно, что он во время созревания будет... Ну, или как положить его? Не на растопыренные пальцы. Просто на ладошку. Ну, достаточно... Даже не знаю, как это... Вот такой. Ну, это он двурядный. Поэтому колос длиннее. Ну, я считал тут в районе 30. 32, 30, 28. Такое основное масса. Попадается, конечно, и 24 зернышка. Ну, все равно все хорошо. Вот так он выглядит внизу, нижний ярус. Тоже растение чистое. Флаговый, вот предфлаговый лист. Достаточно широкий, чистый. Который, в основном, влияет на урожайность у нас азимового ячменя. Ну, все вроде как бы и неплохо пока. Пойдем, перейдем на ту сторону. Через посадку и посмотрим ячмень. Целый день было жарко. Сейчас солнышко начало садиться. Стало прохладнее. Ну, это ячмень... РАПС. Который я обычно вам показываю все время. Одни и те же поля. В одних, кстати, стараюсь в одних и тех же местах снимать. Ну, край подзатянуло бы. Он был вообще лысый. Подзатянуло чуток. Не пойду я туда. Не буду пачкаться. Ну, видно, что есть проплешины. На поле. Ну, тоже не подзатянулись. Не так бросается в глаза, как было до этого. До цветения. Видать, все-таки разветвился РАПС. Немножко поприкрывал пустоты. Ну, уборка нам покажет. Вредителей мало. Вот Ленки одна. Как бы больше не вижу. То есть массовости в этом году этого зверинца не наблюдает. Да и пчел по большому счету не вижу. Хотя вот там у меня на том поле. Вот на том поле будет. Там следующее поле за посадочкой. Там будет у нас день открытых дверей. Там будет лен. Там палатка стоит. Там улики стоят. А пчел я что-то здесь не вижу. И не слышу, чтобы они тут гудели. Добывали и носили нам мед к чаю. Ну, такое. Там погуще, конечно, в середине. Я вам раньше показывал. Ну, не пойду. Туда пачкаться не буду. То есть, в принципе, растения хорошие. Разветвленные. Вроде как все хорошо. Высота там где-то метр сорок, метр пятьдесят. Сюда, в середину, зайти. Ну, посмотрим. Поедем дальше. У нас еще остался горох. Сначала нашего сегодняшнего обзора. Зимующий горох. Сорт болтрап. По предшественнику зимая пшеница. После уборки пшеницы просеянная смесь покровных культур. Обработал я его мазомоксом. В смеси с хизолофлопом. В общем, слепил гермес в домашних условиях. Взял оригинальный пульсар. Хизолофоб смешал в пропорциях, как гермес. И обработал. Конечно, горох плакал две недели. Он просто упал. Аж не хотелось сюда ходить. Да я, в принципе, как бы и не ходил. Ну, сейчас вроде ничего. Попустил его, поправился. Начал пошел в рост. Плюс, конечно, еще и потеплело по ночам. Но. Ну, самое лучшее растение выглядит вот так. Вот. Наверное, сантиметров 30-35. Ну, и есть вот такие каличные, которые видать, позже всего взошли. Если они успеют, конечно, подтянуться и выровняться с общим посевом, будет хорошо. Ну, нет, значит, нет. А так вот рядовой, ну, он выглядит. Сантиметров 25, наверное. Ну, высоту. Междурядье еще не сплелось. Так вот, местами где-то достало 38. То есть, что говорит о том, что 38 для гороха вполне приемлемое междурядье. И кто не хочет сеять там 19-38, вполне можно сеять горох с междурядем просто 38. И уменьшать нормы высева. Уже как бы не так страшно смотреть, как было две недели назад. Ну, и как бы еще результат. Мы вот прибрали злаковый бурьян или сорняк. Ну, вот. Ну, и двудольные, которые здесь были. Хотя, наверное, двудольных можно было и не трогать. Все равно делать десекацию по большому счету. Как правило, в девяти случаях из десяти мы все равно горохи делаем десекацию. Поэтому, если двудольного бурьяна или сорняка немного, то вполне можно на него не обращать внимания, работать противозлаковым гербицидом и все. И как бы стресс не загоняем горох. Ну, и для последующей культуры, если это зерновые, очищаем поле от злакового сорняка. Ну, это такой умный, когда вот рассказываешь, когда уже наступил и поумнел. А придет следующий год и опять наступил. Ну, такая натура наша. Что сделаешь? Есть вот, конечно, тут выскочки такие сумасшедшие. погода пока благоприятствует. Может быть, он весь дорастет до этих выскочек. Тогда будет красотень неописуемая. Густота тут у нас, конечно, такая подгуляла. Местами вот пусто, местами густо. мы и сели как бы немного 700 тысяч. Я думаю, что если тут 1400 осталось, то это хорошо. Мы яровой горох убирали при густоте 220-250 тысяч, убирали 22 центни. Расстраиваться рано. Просто лишний раз убеждаюсь, если покопаться, можно выкопать больше горошина лежит под соломкой. То есть, в почву она не зашла. Она лежит в соломе. Лишний раз убеждаюсь, что по свежей соломе даже зимующий горох лучше, конечно, посеять анкином. было бы заделка намного лучше. Потому что вот это скорее всего даже не потому оно тут, что оно глубоко. Ну, надо покопать, я покопаю в следующий раз. Тут вариантов два. Или глубоко заделали, или наоборот лежит в соломе. А осадков как бы не было в ноябре, в декабре. И оно уже сходило уже весной. Поэтому такое развитие. отстающие. Ну, на сегодняшний день как бы все. Всем удачи, всем здоровья. Берегите себя, своих близких. Не болейте. Аккуратненько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова